И вот вопрос от Кристины Лориона Вой. У меня не очень получается злость и гнев трансформировать в энергию. Грустные смайлики. Как-то я сначала злюсь, а уже потом осознаю, что была в таком состоянии, и надо было абстрагироваться. Даже тот момент, когда вы осознали, что 15 минут вы были в гневе, в злости, либо вы не кушаете конфеты, а вы их сожрали в итоге, и через 15 минут только вспомнили, блин, я же ведь этого не делаю, с кем-то поссорились, наговорили лишнего такого прям, ух, так обидно, и только через 5 минут очухались, типа, ой, что же я, что же я так в моменте-то не осознал, что надо было в этот момент обратить внимание не на эти мысли, а на ощущения, которые ты испытываешь, и это же работает, я же так уже делал, я так уже делала, пипец. Но, когда вы об этом даже вспоминаете через 15 минут, это уже хорошо, что вы об этом вспомнили, потому что вспоминая об этом все чаще и чаще, вы будете приближаться к тому, что в какой-то момент вы вспомните уже об этом в середине этого разговора, либо уже кульминационная точка, когда вы хотите разнести кого-то в пух и прах, и тут бац, приходит сознание, и в этот момент можно переключиться, сознательно переключиться с мыслей на ощущения, и тогда сам род скажет, извини, прости, я погнал, и даже если ваше прощение не будет принято, все равно вы уже будете транслировать другую энергетику, потому что обращая внимание с всех тех мыслей, которые у вас были в голове, на ту энергию и на то ощущение, которое вы называли гневом, злостью, вот этой вот всей мишурой, обращая просто на это внимание, через какие-то минуты все как-то трансформируется, ощущение станет прекрасным. По натуре, по натуре говорю, попробуйте это сделать, и вы будете уже транслировать другую энергию, и вам уже не захочется оправдывать себя и продолжать дальше давить, давить, давить и гасить, потому что ум хочет быть правым в этой ситуации, он знает на сто процентов, что он прав, какого вообще лысого здесь происходит. Я не виноват в том, в чем меня обвиняют, но когда ты настоящий, истинный, тебе все равно, в чем обвиняют эту личность, все равно. Неважно, эго нету, эго испаряется. И та ситуация, которая была негативной, тот человек, который гнал на тебя, когда ты транслируешь эту энергию совершенно другую, эта трансляция, она меняет, она дематериализует ту негативную ситуацию, тот негативный момент, и тот человек, с кем ты взаимодействовал, станет говорить с тобой иначе. Разное может произойти. То он забудет про этот разговор, то он извинится, скажет, что он погнал, то он просто переключит тему на другой разговор. Не знаю, что может произойти, не знаю, но станет гораздо лучше и благоприятнее и эта ситуация, и то, что происходит внутри. Надо чаще осознавать, даже, может быть, после того, как все это пройдет, осознать, что, блин, блин. А когда ты это осознал, и в тебе еще кипит что-то, но уже ситуация прошла, ты уже все сказал, все, что хотел, но в тебе это кипит, и ты осознал, еще не поздно. Направь внимание на эту энергию, которая еще осталась. Потому что иногда мы можем с кем-то поссориться, и эта вся негативная хрень, она может в нас стоиться еще час-два. Мы будем вспоминать эту ситуацию, загоняться, думать, блин, надо было еще это сказать. Ты еще позвонил, добавил еще. Вот так, иди, добавил. И можешь добавлять еще целый день. Но в какой-то момент ты оп, проснулся, и направь внимание на энергию. Почему я сейчас не говорю о том инструменте, что нужно направить внимание на другую мысль? Я счастливый человек, я влюблен, я люблю всех. Потому что ты опять направляешь внимание на мысль. Как инструмент, в некоторые периоды он работает. Но я предлагаю направить внимание на ничто, на пространство, на пустоту, на энергию, потому что ты и являешься этим ничем. То есть получается, что ты направляешь внимание на самого себя. А ты по своей истине природе, истинной природе. И есть это счастье, радость и любовь. Есть это гармония. И сердце открывается. Кайф. Кайф. Не давая своим плохим эмоциям названий, ощущая их, как они есть в эту секунду, они становятся тем, кем они есть на самом деле. Обычной энергии. Обычная энергия счастья и радости ничем не отличается от обычной энергии злости и гнева. Голода, вины, тревоги, гармонии, оргазма и чупика-пибарум. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Кристина. Продолжение следует...